Java 8 был самый ожидаемый релиз, в основном из-за лямбды, которые тоже очень долго ждали. Сами лямбды довольно часто пересматривались. Там было, по-моему, порядка четырех или пяти разных предложений, особенно по синтаксису, по семантике, захватывать мутабельные перемены или не захватывать. Но, слава Богу, это все как-то решилось, и какой-то компромиссный вариант наконец был выкачан в релиз. А, ну ладно, хороший слайд. Но, тем не менее, я считаю, что даже несмотря на то... Идет, идет, не обращайте внимания. Несмотря на то, что вроде как ожидаемый лямбды появились, я, например, считаю, что это не только не задержит, не уменьшит привлекательность скала, а наоборот, даже больше увеличит. И почему? Я постараюсь раскрыть на наклане. Во-первых, первый тезис лямбды – это вообще только базовый, хоть базовый, но это малый кусочек из тех средств и фич, которые обладают современные функциональные языки. Во-первых, почему, ну вообще, зачем нам нужное функциональное программирование? Вы можете посмотреть, вот эта строчка. Вот кто знает, чему будет равно «и» после выполнения ее? Какие варианты? Сколько? А в Си плюс плюс. Да, там вообще полные раздроты шатаний, но в джаве точно два. Да. И вот посмотрите, одна строчка всего лишь, а уже появился вопрос, с которым можно валить людей на собеседование. А все потому, что здесь целых три побочных эффекта. Раз, два и три. Так что вот научный эффект – это на самом деле очень такая коварная вещь. Она приносит зависимость от порядка действия, а особенно в сложных системах порядок действия зачастую либо трудно предсказуем, либо трудно наблюдаем даже. Вот последние две строчки. Я думаю, никто не сомневает, ну, то есть ни у кого не вызывают сомнений, к чему равны вот эти, ну, в данном случае уже не переменные, а значения. Да, а то все очевидно. Вот. Чтобы работать с вот этими мутабельными значениями, нам нужны средства. И средства, в первую очередь, языковые. И первое, вот, это вот, я очень долго грызгал карандаш, грызгал наполовину, и, ну, надеюсь, я оставил все самое, самое важное. Но сюда я вас уверяю, не вошло целая куча тех средств. То есть, ну, вообще ценность скалы – это предоставить средства для программистов, чтобы решать задачу, которая у него в руках, как можно более естественным способом. Это, как бы, основная ценность, что ли, языка стало. Так вот, первое – это все есть выражение. Что это означает? Это означает, что у нас вообще любое… Любая конструкция языка, например, цикл или, там, if, или вызов метода – это все приложение. То есть, это имеет какой-то входной набор аргументов, какие-то выходные данные. Никогда в скале нету, ну, то есть, вообще в скале не бывает конструкции, которая просто не возвращает ничего. Даже экстепшн возвращает особенное значение, ну, называемое у нас. Вот, что это дает? Ну, во-первых, то, что у нас любые методы возвращают какие-то значения. Мы очень легко можем написать вот такое вот особенное значение, которое может быть использовано вообще практически… То есть, не практически, а везде. Вы пишите метод, и, допустим, вы пока не хотите его реализовывать по каким-то причинам. Вам просто надо добиться, ну, допустим, чтобы программа скомпилировалась, вы просто баз, три вопросика. Все, эти три вопросика возвращают значение, которое автоматически может быть сконвертировано к любому типу. Что дальше дает трактование всего в качестве выражения? Это дает, например, возможность определить функцию, которая принимает вот буквально все, что угодно. Вот эта вот функция MAPS, она принимает F, который, ну, принимает что угодно и возвращает что угодно. И в отличие, допустим, от того же Сид Шарм, где проводится различие между экшенами и фанками, в скала можно запросто передать MAPS 3TLM. 3TLM возвращает Void в Java, а в скале это Unit. Unit — это как одно уникальное значение. Вот. И второе, поскольку все, вообще все конструкции языка обязательно возвращают значение, то мы просто можем забыть, что такое литенок. Он не нужен. И это позволяет, ну, значительно, особенно в мелких вот методах, выкинуть ненужный клан. Зачем нам говорить return, если мы и так знаем, что мы возвращаем значение. Другая фича, которая нужна, чтобы комфортно... Ну, нет, в данном, наверное, случае это обязательная фича. Потому что если у вас не будет функции как-то в опасных значений, вы, в принципе, уже не сможете получать какие-то... какой-то функциональность. Например, вот функция flip. Flip, она обобщенная, она принимает параметры типов, она принимает какую-то функцию на вход, ну, скажем так, как двух аргументов, то есть на самом деле она принимает функцию, которая возвращает функцию, да, функция A1, которая возвращает функцию A2, возвращающую B, ну, и переставляет параметры. Вот, что эта функция делает? Она просто создает анонимное значение, и это анонимное значение будет являться выходным значением этой функции. Вот, что мы дальше можем делать с такими вот... с такого типа функциями? Например, мы можем... ну, вот опять же, мы сделали анонимное значение и присвоили ее переменную F0. Затем мы вызвали функцию F, функцию flip, и получили новую новую, новую функцию, которая уже получает стринг в качестве вот этого первого параметра. то есть A2 здесь будет стринг, и мы его уже... Затем мы уже применили. И в итоге F1 это просто функция от IntactString, получается. Эта штука называется carding. Это, ну, в реальном программировании это очень полезная вещь, потому что вы можете вот... допустим, ну, A1 это какой-нибудь connection, вы можете частично выполнить функцию, ну, на каком-нибудь connection, и дальше вот его не таскать везде, а уже работать непосредственно с данными, которые часто меняются. Вот, ну, и дальше мы можем вызвать непосредственно вот уже вот этот вот подмен от двоечки. Почему, то есть, почему Jai немножко неудобно? Сейчас будет следующий слайд, вот, что там не так. Ну, во-первых, нужен функциональный хит. Он у меня уже, вот, возвращаемое значение не влазит в экран. Во-вторых, здесь, поскольку это интерфейс, мы вынуждены работать на уровне методов, и вот здесь вот постоянно вот такие плако являются. В-третьих, если, допустим, никто не галактирует, что, допустим, вот эта вот функция возвращает какую-то библиотечную, вернее, библиотечный интерфейс, а моя, ну, я могу... Ну, свой определить. В общем-то, мне этого никто, во-первых, не запретит, во-вторых, я, может быть, и не знал об этом интерфейсе, поэтому я навоял свой. И, ну, допустим, моя какая-то функция, она имеет уже вот такое. И теперь надо одно сканерить к другому, то есть вот эту функцию передать вот в этот вражеский флип. Да, и получается, что мне нужно как-то преобразовывать вот эти значения, и появляется синтаксический шум, вот, какие-то вот этих apply, apply, apply и так далее. Тем не менее, в принципе, ну, как видите, все, что требуется от первоклассных функций, так или иначе, достигнуть можно. То есть это что? Это передача в качестве аргумента, возглащение, в качестве результата, создание анонимного инстанца, запись, ну, там, в переменную и вызов. Все в Java, в принципе, есть. Ну, вот только в таком... в таком немного не очень комфортном виде. Следующее, что нам требуется вообще от современных функциональных языков, типизированных, это работа с мутабельными объектами, и более того, нам нужны какие-то ограничения, мотивы, вот, в данном случае, что это означает? Здесь я попытался определить, ну, предположим, мы какой-то маленький кирпулятор пишем, и у нас после парсинга, ну, вот, строки, нам нужно как-то сформировать абстрактное синтаксическое дерево. Абстрактное синтаксическое дерево – это фактически дерево вычислений. У вас в листьях там какие-то значения, а в узлах какие-то апелляции, ну, там, 2 плюс 3, то есть тут висит двоечка, здесь троечка, здесь плюс. Вы, когда их вычисляете, вы можете, ну, делать дерево. И в скале это достигается использованием абстрактных, точнее, алгебрологических типов. То есть данный алгебрологический тип, давайте так скажем, экспорт – это пока… он просто говорит о том, что это какое-то выражение. И это выражение может быть переменной или числом, или унарной апелляции, или бинарной апелляции, ну, и дальше какие-то парламенты. Естественно, вот эта вся структура, здесь типы могут быть, опять же, каким-то expression или другим алгебрологическим типом. То есть эта структура может быть достаточно богатой. И действительно, вот такие вещи, они легко моделируют предметы реального мира. Там, допустим, заказчики с продуктами, с ценами и, там, не знаю, со скидками. Вот, это все очень легко укладывается. Какое преимущество? Почему я написал сопоставление по образцу? Кстати, есть англоязычный термин, который очень часто используется в русском комьюнити. Это паттерн, матчинг. Паттерн – это образец, матчинг – матч. Сопоставление. То есть я иногда буду сбиваться на англоязычные термины, потому что в основном литература по функциональному программированию на английском языке. Так вот, как мы можем сделать значение англоязычного типа? Это вот какое-то дерево. То есть это бинарная абелляция в данном случае. В вершинке умножения умножаем а на ноль. И сейчас сила, я попытаюсь объяснить, в чем сила сопоставления по образцу и почему вот и в джаве он даже близко не подходит. Вот, допустим, нам надо сделать такую функцию, которая принимает на вход синтаксическое дерево и упрощает его. Как его можно упластить? Можно увидеть, что где-то есть константа, плюс константа. Мы это можем удалить под дерево, выкинуть, заменить на вычисленное значение и так далее. То есть пока у нас вся эта цепочка сворлачивается, мы можем вот так продолжать репоксивно. Вот, функция simplify, она как раз принимает на вход какое-то синтаксическое дерево, и потом есть вот это выложение в матч. И дальше мы перечисляем просто случай. Вот, допустим, если у нас есть умножение какого-то выложения на единицу, то давайте мы рекурсивно себя же и вызовем. Ну, уже с этим выложением. Нам уже эта единица ничего не дает. Если ноль, мы сразу возвращаем ноль. Поэтому если мы вот это вот дерево передадим в эту функцию, мы сразу же сработаем сопоставление вот с этим случаем, и мы тут же получим ответы. Так работает функция simplify. Вот это слово sealed означает замечательную вещь. Когда мы ее ставим здесь, компилятор смотрит на все вот эти кейсы и может на этапе компиляции увидеть, не забыли ли мы чего. Если, допустим, у меня здесь все вот эти динопы перечислены, там лавы, а, допустим, unop я забыл, он мне выдаст ошибку. Он скажет мне такой-то случай, не рассмотрим. И это, это на самом деле, ну, просто замечательная штука. Она существенная. Например, кейс. У нас появился какой-то новый случай, да? Ну, допустим, мы ввели поддержку нового, ну, нового типа, там, функции, да, допустим. Появится новый кейс-класс. И компилятор нам просто все выражения с паттермачингом выдает в качестве ошибок. Мы проходим все по каждой из ошибок, фиксим. После того, как у нас компилировалось, вуаля, у нас программа уже работает. Что нам еще понадобится, вернее, не понадобится, а вообще нужно? Это, вот, предыдущий докладчик сказал, да, он правильный акцент сделал, что нужны, во-первых, мутабельные структуры данных, но они должны быть достаточно эффективны, чтобы мы могли их использовать на практике. Поэтому, вот, например, так выглядит хешмар, он выглядит в виде какого-то дерева. Вот, это мутабельный, мутабельный мэп. Если мы кладем туда какое-то новое значение, да, например, вот, вот это вот, г плюс, г штрих, точнее, то старое дерево сохраняется, а новое появляется в качестве копии только нужного пути. И совсем не обязательно копировать все дерево целиком. Очень полезная книжка для тех, кто интересуется именно реализацией структур данных, это Крис Акосаки, Purely Functional Data Scratch. И вот это, на самом деле, ссылка на стэк overflow, если я не ошибаюсь, или стэк exchange. Здесь еще, наверное, штук 100 разных ссылок на всякие варианты, где могут быть, ну, вообще, то есть там несколько граммов роста ссылки, 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 какие вот могут быть структуры данных. Да, ну и вот в качестве такого резюме для этого пункта, в джаве убыты, все не так радужно. И даже если вы используете сторонние библиотеки, чтобы как бы обезопасить себя от побочных эффектов, нет никакой гарантии, что какой-нибудь человек придет после вас и вкорячит туда какую-нибудь залепуху на LL-листе. И, в общем, репует. Сейчас я... Ага. Еще одна вещь, которая нам понадобится для функционального программирования, это ленивые вычисления. Вообще, ленивые вычисления можно делать хоть в C, хоть в джаве, там, C++, и это очень популярная техника, просто не делать того, что не нужно. В частности, ленивая инициализация, штука очень популярна. А чтобы это использовать комфортно, то есть мы не можем, например, просто на каждом шаге проведять какой-то флаг, да, чтобы, ну, суммулировать ленивость. Это вызовет огромное количество лишнего кода, который нам надо будет как-то сопровождать, чистить, смотреть на него, понимать. Вот, это просто создает неудобство. Поэтому, когда язык содержит какие-то средства для реализации этих абстракций, это гораздо лучше. И стали их целых три штуки. Во-первых, лазевал. Как только мы обратимся к коннекшн, да, вот, это тоже очень популярная техника. Когда мы open connection, это какая-то коннекция к базе данных, мы используем его в качестве вот ленивого значения. И этот connection у нас будет открыт до того, как мы на самом деле к нему обратимся. Это позволяет, во-первых, экономить ресурсы, во-вторых, развязывать какие-то циклические зависимости между модулями. Следующее, это передача байны. А, вопрос, да, здесь такой? Нет, отвален. Отвали. Байны, это на самом деле тоже такой ленивый трюк. Вот, я попытался проиллюстрировать. Здесь мы определяем функцию delay, которую я принимаю в T. Но у нее типа обозначен как стрелка в стрим. И вызывается она вот, ну, как-то вот такое-то вычисление. То есть конкадемация, это вообще, ну, такое, не очень приятное выложение. Оно требует, там, выделения нового куска памяти. Вот, и в цикл его бы не хотелось засовывать. Правильно? И вот эта вот вещь, если, допустим, мы здесь не обращаемся к T, то она вообще не вычисляется. Это замечательная штука, и она используется во фреймворках для логирования на скале. Что еще можно здесь? Есть также ленивые списки. И это тоже есть в Java. Вот как раз последний восьмой Java появилась. Мы здесь можем сделать бесконечное, вот, работать с бесконечными списками. Бесконечное количество чисел, на самом деле, никакой бесконечной коллекции не выделяется, а в действительности создаются правила ленивирования таких чисел. Также, вот, это мы все натуральные числа сгинвилировали. Дальше мы применили к ним MAP и получили все нечетные числа. MAP, он, опять же, над ленивыми списками просто модифицирует правила. Он, на самом деле, ничего не минивирует. Дальше мы, допустим, можем инвестировать их и посчитать сумму. И вот здесь, наконец, происходит и выделение памяти, и сам процессик. А вот вывод типов. Не пытайтесь это понять, это кусок из Java. Вывод типов – это вообще штука не очень специфичная именно для функциональных языков, но в функциональных языках без них совсем грустно. Без вывода типов. Вот, да, здесь это какое-то значение. Это Java. Значение вот этого типа. Это вот zero, да, он получил от функции append. Следующее значение – это вот этот тип, это one и так далее. Это все очень грустно. То есть, вот такой код, в принципе, в Java писать невозможно. Его, скорее всего, писать не будут. Выкинут типа безопасность нафиг и перепишут это на object-ах. Вот, или еще на стрингах каких-нибудь. А если бы вот здесь вот был вар, как в скале, то вот этот ужас, он был бы под капотом, и его можно было бы использовать уже в реальных приложениях. Что на самом деле здесь за ужас? Это гетерогенный список. Он позволяет создавать, ну, обычный список у нас, как бы, каждое значение одного типа. А, допустим, если мы хотим статически проверяемый список разных типов, то нам бы хотелось иметь вот что-то типа подобное. Идеализаций есть несколько, вот. Так что сюда лучше не смогли. Да, в Java, кстати, никогда не будет вывода типов, потому что последняя попытка открыть этот тикет еще раз была зарублена в 2001 году, а потом в течение разработки Java 7 сам Gosling тоже еще немножко попытался и бросил. У него, ну, в Warlock, как-то не очень, как сказать, то есть его не все безоговорочно слушают, поэтому так легко свое, допустим, решение продавить уже не можно. Вот, и поэтому вот его попытка этот тикет даже не открыли, к сожалению. Так что в Java таких конструкций быть никогда не может. Может быть, это и хорошо, а может быть, и плохо. С одной стороны, мы получаем, ну, скорее всего, будем иметь какой-то более компактный код, да, вот таких что-то не будет. А с другой стороны, вот тяжелые сигнатуры типов, они характерны для вообще программирования, которая пытается использовать систему типов на полную, чтобы как можно больше охватить случаев и не допустить ошибки в рантайне. К сожалению, Java здесь не сильно. Что такое макросы? Макросы в Scala появились буквально недавно. Пока это экспериментальная штука, но уже библиотеки, которые используют макросы, они позволяют оценить тот value, который просто макросы дают. Например, вот здесь написано SQL, дальше строка, дальше точка map и какая-то функция. А вот здесь чуть повыше целое значение 123. Так вот, вот эта вот строка на самом деле преобразуется в выражение, в тот самый prepared statement, который все, ну, в JAR, наверное, знают. И на этапе компиляции проверяется, что вот этот тип, вот этого ID совпадает с типом, который на самом деле в таблице. И вот этот вот дальше, ну, вот эта вот конструкция возвращает какую-то коллекцию, которую мы потом можем рассмотреть. Что здесь классного? Во-первых, себе, вот как он есть. Вот более, наверное, более понятно, что ли, более привычно для разработчиков, которые знают SQL, ну, наверное, нельзя им не напишешь. И это позволяет маклусы, они могут вообще, с помощью маклусов можно делать очень и очень сильные штуки. И проверяемые в кого-то на этапе компиляции. Оптимизация квадрозовой рекурсии позволяет нам делать такие рекурсивные вызовы. Например, сервер, сервер. Здесь мы обращаемся к себе же. И на самом деле никакой утечки памяти, никакого переполнения стэка не произойдет. Java не поддерживается. Да, то есть тяжело Java с функциональным программированием, но немножко может. Давайте, какое еще есть value у Scala по сравнению с Java? В том, что в Scala очень много внимания уделяется именно проверки типов на этапе компиляции. И возможность делать очень продвинутые конструкции, которые выглядят очень просто с точки зрения пользователя. Но при этом обеспечивается полная поддержка проверки типов. Почему еще Scala может быть привлекательнее, чем Java? Scala быстрее развивается. Например, за вот эти 4 года появилась только Java 8, а Scala развилась до релиза кандидата 2.11. А это значит, в 2.11 там, ну вот, это вот, очень многое здесь всего написано. Это то, что появилось за 4 года. А Java 8 требует только вот такие заныкания. Почему Scala еще может быть привлекательнее? Scala, на самом деле, портабельнее. Java 8 требует только, ну вот, гарпуальную машину Java 8 версии. А Scala работает от 1.5 до 1.8. И с точки зрения JVN это просто еще одна библиотека. И это неудивительно, она работает под Android. И есть вот проект Scala. Можно зайти и... Да, это тоже ссылка. К сожалению, да, мои HTML-ные скилцы не позволят. Не позволят. Да, здесь я попытался дизинировать, что вообще, ну, как отличается идеальный код на Scala от идеального кода на Java. Вот почему? Потому что в Scala главная, наверное, ценность, это типа безопасность, эффективность и продуктивность. И вот продуктивность хочется достичь любой ценой практически. И поэтому он ориентирован на основном скилловых разработчиков. Java же это более консервативный вариант. Идеальный код на Scala, если вы зайдете в Google и наберете IDL Code Scala, то вам первая ссылка поведет на библиотеку Scala.Zi. И там вот будет вот такой вот... Такая вот строка, которая создает дерево. Очень компактная запись. Но, наверное, компактнее уже некуда. Вот идеальный код на Java. Это вот библиотека Spring, AOP. Вот это кондинент proxy-factory bean support class for proxy-factory beans that create only single plans. Замечательно. Комментарий просто убийства. Да, так вот, что еще? Чем может полезна Scala? Почему она привлекательнее Java? Если вы изучаете Scala, вы автоматически просто, ну, поневоле становитесь более лучшим программистом на Java. Потому что вы тоже трогаете garbage collector, вы можете работать с коллекциями, вы используете те же библиотеки. В Scala без проблем можно использовать, допустим, Spring, или вот мы использовали древнюю библиотеку FreeMarker в нашем проекте. Без проблем. Здесь я первыми двумя строчками написал, это самые важные, наверное, штуки, которые существуют на данный день. Это два курса на тот серий. Первый – это функциональное программирование на Scala, его читает сам MarkingBoddard. Второй – это реактивное программирование. Там, основу, по-моему, реактивного программирования. Да, я понял. Основу реактивного программирования. Здесь уже три автора, один из них – разработчик C-Sharp, асимпромный мегаотек. Книжка «Программирование на Scala». Здесь вот эта ссылка на буквально две странички, вот полный список. После того, как вы его прочтете, вас уже Scala своим синтексом пугать не будет. Дальше есть Scala School. Да, не забудьте заглянуть в Collection's Library. Это уникальная коллекция. Просто аналогов нет. Это коллекция, которая объединяет в себе параллельные и мутабельные, мутабельные, разные конверсии с одного типа в другой, к вариантностью, к контр-вариантностью. В общем, объединили все и сделали это расширяемым. Вы можете написать свою собственную коллекцию. В библиотеке от TypeSafe – это Play Framework для очень быстрой разработки АКО, для создания масштабируемых приложений Sleek, для проверки. Ну и вот Scala GBC – это органы, которые проверяют все ваши скверчики на этапе компиляции. Scala MLP – Близ и Эпик. Близ – это высокая скоростная библиотека. Эпик – это парсер английского языка от Scala. И, конечно, бигдалер. Тут Twitter Finagle и Spark – это заменитель Хадупа, можно сказать, Shark – это хайф под Spark. Скуби – это Scala на Хадупе, Scalding – это тоже твиттеровская библиотека. Scrunch – под Клоделл и Слога. Ну и вообще их тысячи, на самом деле. Коджо – очень интересная штука. Это для детей. Среда для обучения детей. Скрадавил им на скале, да. И оно выглядит офигенно. Всем надо с него начинать. Да, оно выглядит офигенно. И, конечно, много еще чего другого. И не забывайте, вот, наверное, самый главный документ – это Scala Style Guide. Вот, чтобы не пугать коллег и чтобы не пугаться самому. Да, все, спасибо вам большое. Ну, вопросы больше нельзя. Первый и второй вопрос. Ты первый. Окей. В общем, у меня вопрос, по-моему, был в реальных проектах, которые у вас, как я понимаю, были. Насколько сложно человек, когда он сказал, как я не программировал, вести проект, особенно как с джуниором, где он строил? Объясняется монархом. Да, у нас, у нас, последний проект, у нас был разработчик, который имел опыт на JavaScript и на Python. И он буквально одну недельку поизучал, а потом начал втягиваться в проект и написал весь RLST. Ну, вернее, не весь, а там 75% всего RLST нашего приложения на Play. Мы делали RLST, он разоградался вот как, ну, вообще со всеми, всеми вот аспектами и вполне втянулся до замечательной товарища. И второй вопрос был, Юра, да? А, вообще, почему нужны монады? Монады в Скале, так, вот Ford Comprehension, с которой я... А, все, уже молоталось. Итак, монады – это типа безопасный, проверяемый на этапе компиляции способ упорядочения выложений. Выложения – это чистые функции. Если у вас две чистые функции одновременно где-то не связаны отношением, ну, допустим, данной, что ни одна не принимает значения от второго и от первого, то, в принципе, они могут исполняться параллельно. А если нам надо, допустим, упорядочить вычисления, то мы можем протянуть некоторое состояние. И для этого используются монады. В частности, для этого. Монад, на самом деле, много. Самое популярное, наверное, общин. Вот. Если будет возможность, посмотрите уже. Да. Допустим, если вам надо использовать, а для чего тогда можно было? Для того, чтобы пустить функции две-три-три октября. В чем примените? Потому что нет, если вы склеиваете, то в многопоточном окружении уже ваша склейка расползет по швам. И у вас не будет Именно в зависимости между Шагами Так, больше вопросов нельзя У нас сейчас трехминутный перерыв До следующего докладчика У меня пожалуйста просьба Спасибо, еще раз Коле поклопаем